Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. До 400 пунктов временного размещения готовы развернуть в крае в случае паводка. В регионе активно готовятся к первой волне. Хочет вернуться к обычной жизни, но пока отбывает в колонию. Душитель жены Константин Падун признан виновным. Какое наказание назначил ему суд? 250 обследований убрали из перечня необходимых. Что меняется в восстановлении процедуры инвалидности? Сегодняшнее утро выдалось трагичным. В массовой аварии 4 человека погибли, еще трое получили ранения. Жесткое ДТП произошло в Третьяковском районе. По информации краевого ГИБДД, в 8.30 утра 40-летний водитель Тойоты Короны Премио выехал для обгона на встречную полосу, где допустил столкновение с Тойотой Камри под управлением 41-летнего водителя. После этого виновник аварии врезался в еще одну машину со встречки – Тойоту Корону Премио, которую управлял 44-летний водитель. В результате жесткой аварии водитель, организовавший массовое ДТП, и три его пассажира погибли. Еще трое человек, два водителя и пассажир других авто получили травмы. На месте происшествия работает территориальный прокурор. Будет организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий ДТП. Добавим, сегодня в некоторых районах края вновь наблюдается метель. Этот фактор нужно учитывать перед поездкой. 400 пунктов временного размещения для 60 тысяч человек готовы развернуть в крае в случае паводка. В регионе началась подготовка к весеннему половодию. В частности, идут работы по ремонту и строительству гидротехнических сооружений. В 2023 году закончили возведение берегоукрепительного сооружения стоимостью 96 миллионов рублей на реке Чумыш в Тольменском районе. Завершен капитальный ремонт гидротехнического объекта в Родинском районе. Увеличили пропускную способность реки Синтеллег в Чарышском районе. Подготовлена проектная документация для строительства защитной инфраструктуры в 2025-2026 годах в Яровом и Сростках. Готов Алтайский край к летнему сезону. Для профилактики пожаров будут в три раза чаще патрулировать леса. Почти на 10% вырастет объем авиационной разведки с 600 до 650 летных часов. Также увеличат число пожарных резервуаров с водой. К трем, созданным в конце прошлого года, добавят еще два. Кроме того, группировки лесопожарных формирований юго-западной части региона обещают усилить новой техникой. Барнаузскую 14-ю поликлинику отметили на федеральном уровне. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и глава Минздрава России Михаил Мурашко по видеосвязи оценили новый корпус на Международной выставке «Россия». Таким образом, власти края, можно сказать, официально открыли социальный объект. Новый медицинский объект в самом густонаселенном районе Барнаула. За день здесь готовы принимать 2000 человек. На новой технике смогут обследовать пациентов и на онкологию, оценивать состояние клеток и новообразований. Часть оборудования еще в стадии подключения. Все технические работы обещают завершить в марте. «Скажем про 70% тех услуг, которые мы будем оказывать в будущем, они работают сейчас в полноценном режиме. И всего лишь 30%, которые мы запускаем, связаны с источниками, например, в плане радиации, которые необходимы более длительный процесс для лицензирования, для получения санэпидзаключения. То есть в этих есть особенности. Где-то необходимо дополнительно закупить расходные материалы, которые тоже в плане 44-го есть сроки. Один такой аппарат у вас на поликлинику? Десять. Поликлиника будет обслуживать жителей индустриального региона Барнаула. Сегодня в нем проживает порядка 200 тысяч человек. Объект построен, и сегодня мы его с большим удовольствием официально запускаем. Первые пациенты уже здесь появились, а жители, которые сюда должны были быть приписаны, за время строительства увеличилось уже на 20%. Новая поликлиника привлекательна не только для пациентов, но и сотрудников. Сюда стремятся попасть на работу специалисты даже из частных медцентров. В обновленном медучреждении в ближайшее время планируют трудоустроить еще 60 человек. Стойка ЭВИС-3, 190+, она единственная в край. Это аппарат полноскоп непосредственно. Функция у него многообразная, то есть идет увеличительная. Здесь идет фиксация, то есть переходим на НДА, он по поиск. То есть онкологические террочки будут очень хорошо видны. Результаты модернизации поликлиники представили на международной выставке «Россия». Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко отметил, что в Алтайском крае в лучшую сторону стал меняться сам подход к медобслуживанию. Дарья Ярушина, День с толком. Гуманитарный груз из Алтайского края прибыл в пункт назначения. Санитарные автомобили и передвижные рентгенаппараты депутату Госдумы Александра Прокопьева вручили медикам в Ростовской области для двух военных округов. Наша съемочная группа побывала на передаче груза. Гуманитарный груз из Алтайского края прибыл в пункт назначения. 4 тысячи километров за три дня ценную передачу везли без остановок. Был мороз сильный, и ветер был, снег валил. Надо было быстрее доставить груз, вот и ехали. Принимая технику для Южного военного округа, в Ростовскую область приехал наш земляк, фельдшер медицинской роты. До мобилизации Николай работал наскоро в Бийске, теперь помогает бойцам СВО. Если тяжелый раненый, то прямо на носилках, на раскладных, в проход укладываем и уже начинаем здесь оказывать помощь. Остальные бойцы, средние, легкие, раненые, как говорится, во все свободные места. Кроме автомобиля Николай привезет в часть передвижной цифровой рентгенаппарат. С подключением к электричеству или генератору его можно использовать в любом помещении. Технику для военных медиков на общую сумму более 10 миллионов рублей приобрел депутат Госдумы Александр Прокопьев. Ранее он отправлял фронтовым госпиталям генераторы, постельные принадлежности, медикаменты, а также две партии медицинских конюль для внутрикосного введения препаратов в тяжелораненном. Буквально неделю назад я побывал в госпитале Валейске. У многих наших ребят осколочные ранения, и в таких случаях огромное значение имеет точечная диагностика. И сегодня я передаю два цифровых рентгенаппарата для наших госпиталей в зоне специальной военной операции. Передвижные рентгенаппараты доказали свою эффективность во время пандемии. С их помощью делали снимки лежачим больным, тут же оценивая цифровую картину. С тех пор аппараты на вооружении краевых больниц. Не обязательно ждать описания рентгеновского снимка. Он может посмотреть и увидеть. На наличии переломов, осколочных ранений там. И думаю, любой врач, травматолог, хирург, он, посмотрев на картинку, он поймет зону поражения и вообще, как ему дальше выстраивать свою тактику лечения. Еще один рентгенаппарат и санитарный автомобиль получил начальник прифронтового госпиталя Центрального военного округа. У нас вся аппаратура, которая находится в отряде, она не стационарная, потому что отряд, организация мобильная. Для нетранспортабельных больных, да, можно подходит аппарат, сделать снимок и сразу посмотреть, что у него происходит. Достать осколок – это не самая главная цель оказания медицинской помощи. Самая главная цель – устранить те повреждения, же не угрожающие, которые этот осколок причинил. Санитарные автомобили и рентгенаппараты сегодня уже активно используют в медицинских ротах. Совместная поддержка фронта поможет оперативно оказать помощь и спасти тысячи жизней. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, День с толком. Ко Дню Защитника Отечества в крае организовали десятки торжественных мероприятий. По традиции на мемориале славы в Барнауле и в других памятных местах возлагали цветы, в концертных залах бойцам вручали госнаграды, а в домашней обстановке с семьями участников СВО проходили чаепития. Об атмосфере праздника в следующем материале. Минута молчания и возложения цветов к мемориалу славы. Несмотря на мороз, на площади многолюдно. Власти города и края, бойцы из зоны СВО, рядовые горожане. Теплые встречи прошли в домашней обстановке. Глава региона встречался с семьями участников СВО. Самый маленький участник встречи – пятилетняя Лея. Под командованием ее отца Романа Блинова взвод отбил атаку опорного пункта от десятков бойцов ВСУ и нескольких БМП. Кроме того, удалось раздобыть секретные сведения о дальнейших планах противника. Однако сам Роман скончался от тяжелого ранения. Посмертно награжден медалью Героя России. Мы ведем большую работу, я хочу сказать. Вы, наверное, это знаете, конечно, о том, чтобы, ну, как-то, во-первых, память наших героев и бойцов всех ребят увековечить. Это не только памятные какие-то знаки и символы, значит, и памятники. Это, ну, в первую очередь, то, что будет из поколения в поколение передаваться. На встрече присутствовал депутат АКЗС Владимир Громов и старший лейтенант Владислав Терентьев. Последний, не так давно, со своими боевыми товарищами встречался с президентом. Из его рук получил награду участнику СВО. Знаете, когда президент вошел в зал, ну, у меня лично не было такого, вот как бывает. Там люди встают и все, и уши синеют, падают. Нет. Ну, зашел, для меня зашел в зал серьезный мужчина для начала. Потом, когда он уже начал вести с нами беседу, в живой форме, без заиканий, без, как многие зачитывают по листу, нет, в живой форме отвечал на вопросы. В эти дни чествовали защитников Отечества и в концертном зале «Сибирь». Там награды получили участники СВО и представители силовых структур. Евгений Звягин удостоился медали «За отвагу». Под огнем противника он помогал выносить раненых и заправлял технику. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов. День с толком. С 27 по 28 февраля в Барнауле пройдут командно-штабные учения оперативного штаба «Технология-2024». С 9 утра возможно временное ограничение движения в барнаульский поселок Лесной. В масштабных учениях примут участие сотрудники Краевого ФСБ, Главного управления и Алтайского линейного управления МВД, МЧС, Росгвардии, ФСО и регионального правительства. В режиме реального времени структуры отработают действия при обнаружении террористической угрозы. Оперштаб просит жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам в связи с проведением учений. Хочу вернуться к обычной жизни законопослушного гражданина. Это цитата из последнего слова душителя собственной жены Константина Падуна перед оглашением приговора. Трагедия случилась в Барнауле в январе прошлого года. Задушив супругу, Падун спрятал тело на крыше. Изначально дело рассматривали по статье «Умышленное убийство», но адвокат обвиняемого сегодня поросил о переквалификации на другую, более мягкую статью. Чем завершили судебные прения и какое наказание понесет в итоге подсудимый в нашем сюжете? Душитель бывшей жены Константин Падун сегодня в прениях сторон пояснял, почему это убийство нельзя квалифицировать как умышленное. Да, жертва Елена умерла от его рук, но со слов Падуна и он отчасти жертва. Бывшие супруги жили в одной квартире, но погибшая с его слов постоянно выводила супруга на конфликт и писала доносы на Константина правоохранителям, а также рассказывала друзьям и знакомым, что постоянно подвергалась абьюзу. Также и свидетелям она рассказывала какие-то истории, якобы это я ее избивал. Также жаловалась, что я ее снимаю на видео, ну, снимаю на телефон, веду видеозапись. Это был единственный мой способ защититься от этих ложных доносов. Падун вспомнил сегодня и новых мужчин, бывшей супруги, один из которых якобы избил его настолько, что пришлось обратиться за медицинской помощью. Обвиняемый опроверг показания свидетелей, что детьми он не занимался. Да и при разводе якобы мать уговорила обоих сказать, что они желают остаться с ней. Все имущество после развода Падун оставил Елене, а ведь покупали квартиры, со слов подсудимого, на оставленное ему от матери наследство. Собственно и сама трагедия, со слов Падуна, развернулась ночью. Елена напала на него в комнате, когда он спал. В спорте тоже применяется удушающий прием. Также это не является каким-то доказательством явного умысла. У меня умысла не было. Я хотел, наоборот, предотвратить ее нападение, чтобы успокоить ее. К тому же Константин сегодня пожаловался на состояние здоровья, которое все длительное время якобы игнорировали. Прокурор и судья тут же выяснили, как Падун себя чувствует в данный момент, но подсудимый не сказал конкретно, что именно его беспокоит. Исходя из прений состояния здоровья Падуна, адвокат просил судью переквалифицировать статью, по которой судят подзащитного. С учетом позиции, подсудимого, лично признавшего свою вину и повеснившего о том, что защищается от нападения Падун Елене, причиной последнего интересного повреждения, повлекший смерть, считаем необходимым переквалифицировать его действия на часть 1 ст. 108 Главного кодекса РФ, то есть убийство, совершенное решением других дел, необходимой обороной. Сторона потерпевшего выразила полное несогласие с позицией, озвученной сегодня подсудимым и его адвокатом. Я абсолютно убеждена, что данный человек, он не раскаялся в совершенном преступлении. Все, что сказано им, это неправда от начала до конца, и версия стороны защиты, она опровергается многочисленными доказательствами, которые были тщательным образом уследованы по уголовному делу. В последнем слове обвиняемый в умышленном убийстве Падун был крат, а Ковину признал, раскаивается. Я осознаю, что от моих действий, конечно же, наступила смерть Лены. Просто хочу быстрее вернуться в нормальной жизни, как я жил до этого. То есть, ну, до 38 лет у меня не было ни одного какого-либо правонарушения, ни одного штрафа. Но переквалификации не случилось. Душителя супруги Константина Падуна, который замаскировал убийство под безвестное исчезновение жены, приговорили сегодня к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Напомню, следствие и суд установили, что после убийства Падун положил тело в мешок, спрятал на крыше и засыпал снегом. Ее вещи и паспорт выбросил в мусорный бак. После того, как женщину начали искать, сообщил, что она вела разгульный образ жизни и по несколько дней могла не ночевать дома. Хотя свидетели говорили об обратном и характеризовали женщину исключительно с положительной стороны. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Процесс признания граждан инвалидами упрощают. Так, порядка 250 обследований исключили из перечня необходимых. Перед направлением на медико-социальную экспертизу. Об этих и других нововведениях на пресс-конференции рассказали представители регионального Минздрава, бюро МСЭ и поликлиник. Порядка 250 обследований посчитали на высоких уровнях избыточными, поэтому они были исключены из перечня. Речь о перечне обследований, которые необходимо пройти человеку, чтобы его признали инвалидом. Чтобы упростить этот процесс, приняли ряд нововведений, которые должны заработать до конца года. Их обсудили на пресс-конференции, посвященной порядку прохождения медико-социальной экспертизы. Одна из новелл – новый вид освидетельствования, или так называемая безличная экспертиза, или деперсонифицированная. Ее введут в июне этого года. Это вид экспертизы подразумевает выгрузку направления на пациента в любой другой регион. Персональные данные этого пациента определенным образом информационная система скрывает. Результаты предыдущих освидетельствований также будут частично скрыты. И наш пациент из Алтайского края может проходить освидетельствование, допустим, в Магадане. Если в другом регионе затрудняются вынести решение и возникает необходимость дополнительного обследования, направление отправляют обратно в исходный регион. С какой целью? Для того, чтобы у нас очень большое государство, очень много служб медико-социальной экспертизы, то есть субъектовых, и для того, чтобы был одинаковый подход, скажем так. Следуя такой системе, обжаловать это решение пациент сможет только в Алтайском крае. В среднем решение бюро обжалует менее 10% краевого населения. Однако это возможно в главном бюро, затем в федеральном бюро в Москве или в судебном порядке. Саму экспертизу можно провести как очно, так и заочно. Но основной фактор признания инвалидом – стойкая утрата трудоспособности. Не каждый диагноз подразумевает наличие группы инвалидности. Должны быть функциональные нарушения. У нас действительно это пациенты чаще всего сердечно-сосудистые патологии, сахарные дебеты, неврологии. И, конечно, это онкобольные. И при этом онкобольные, как правило, мы пытаемся в течение трех дней оформить, чтобы у пациента была возможность получить дальнейшую и химиотерапию бесплатно, и, скажем так, палеотивную помощь. В целом, процедура освидетельствования занимает не дольше 30 рабочих дней. В год Алтайское бюро медико-социальной экспертизы проводит более 40 тысяч экспертиз, устанавливая население, группу инвалидности и ее срок действия. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Десятки собак собрались на улице Молотобольска, чтобы отметить день рождения приюта «Ласка». Это постояльцы приюта и его выпускники. Наша съемочная группа побывала на празднике хвостатых, заодно узнав, что сейчас больше всего беспокоит зоозащитников. Сегодня они вырвались на свободу из приюта, хоть и на несколько часов. Для четвероногих это уже целое событие. День рождения с таким размахом «Ласка» проводит впервые. Приюту исполнилось 22 года. Хвостатых здесь можно почесать за ушком, фотографировать и даже покататься на собачьих упряжках. А еще каждый может увидеть в этих хвостатых охранника или просто друга, которого можно забрать домой. Родителей могу еще уговорить, попросить, купить, либо же забрать собачку, потому что очень жалко их, хочется с собой домой забрать. Хотелось бы, чтобы у нас, в нашем городе Барнауле, поменьше было бездомных животных. И больше доброты, чтобы у людей было. Как говорят в приюте, когда-то эти хаски завели за красивые глазки. Поселили ездовую собаку в душной квартире, а после выкинули на улицу. Сегодня в приюте живут 26 собак этой породы. Люди не справляются с такими активными собаками, и чаще всего они оказываются на улице. У нас в приюте есть фенотип Ротвейлера, который тоже выкинули. Была фенотип Стафа, ее забрали, слава богу. Сегодня любой желающий может присоединиться к тренировкам в приюте, а также к ездовому спорту, завести себе подопечного и заниматься с ним. Так иногда человек и собака понимают, что больше не могут друг без друга. Это любовь с первого взгляда была. Просто он уснул у меня на руках. Он уснул у меня на руках, то есть он лежал как ребенок, пузиком кверху. Мы не могли устоять, забрали его домой. К сожалению, так бывает не всегда. У активистов есть большие опасения насчет судьбы хвостатых бродяг. Недавно жители города направили коллективное письмо Виктору Томенко с просьбой не допустить массового убийства четвероногих. Дело в том, что в прошлом году Госдума приняла поправки, которые дают регионам, право самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Барнаульцы надеются, что Алтайский край пойдет по другому пути, более гуманному. Многолетняя практика уничтожения животных доказала, что это не решает никак проблему. Ну то есть пока мы убираем вот это следствие, причина все еще остается и, соответственно, поступают все новые и новые. Это просто бесконечное убийство. Оно никак не решает ни проблем нападений, укусов и всего на свете. Сегодня в Ласке живет больше 600 собак. Приют не резиновый, так что часть хвостатых после стерилизации отправляют обратно на улицу. И тем временем люди подкидывают новых щенков. Пока кто-то борется со следствием проблемы, ее причина – человек продолжает бездумно усугублять ситуацию. Все бездомные рождаются дома, и это очень печально. Ну то есть человек в силах предупредить эту проблему, не допускать ее. Потому что все мы и зоозащитники, и люди, которые не любят бояться животных, мы все хотим одной цели. Мы хотим, чтобы на улицах не было бездомных животных. Ирина Корчагина, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok